К нам на библейский портал Экзегет пришел вопрос, что дает венчание? Я думаю, что если говорить о венчании, то надо обязательно внимательно прочитать пятую главу послания апостола Павла к Эфесиным. Как раз отрывок, большой отрывок этой главы читается в качестве апостольского зачала на таинстве венчания. И там изложено таинственное учение о том, что есть семья. Апостол Павел говорит и о семье, и о церкви параллельно, как бы взором перебегая то на одну, то на другую. И до конца непонятно, о чем он говорит эти слова, и церковь прочитывает их, как слова, сказанные и о церкви, как теле Христовом, и о малой церкви, как семье, об этой тайне. И в связи с этим есть понимание в церкви, что семья — это святыня. Семья христиан — это святыня, это икона, если хотите, единство людей в любви, объединенных вокруг Господа Иисуса Христа и любовью друг к другу объединенных. И вот если так мы относимся к венчанному браку, то мы можем понять, что нам дается в таинстве венчания. В таинстве венчания церковь берет земной брак, удачный, хороший, счастливый, правильный, верный друг другу, с любовью друг к другу, и низводит на этот брак освящающую, укрепляющую и помогающую силу благодати Божией, благодати Святого Духа, как во всех таинствах. Для того, чтобы люди из того, что они смогли построить, вот эту прекрасную человеческую семью, сделали то, что человек сам построить не может — малую церковь. Дух Святой укрепляет, построит нечто большее, чем просто счастливую семью. Это видно по хорошим христианам, которые прожили друг с другом всю свою жизнь. Как они уже практически похожи друг на друга, как они говорят почти одно и то же. У них похожая мимика, у них похожие интонации. Это уже действительно прилепиться к жене своей. Это действительно уже одно целое. Это единство во образ Святой Троицы. Поэтому христианское супружество, освященное благодатью и венчания, может стать иконой Бога. И может быть принесено Господу при переходе из временной жизни вечную двумя людьми, держащимися за руки. Как малая церковь. Вот не меньше. Именно поэтому на основании вот такой задачи, конечно, христиане понимают, что никакая супружеская измена невозможна. Но это все равно, что взять икону, понимаете, и резать на ней лук. Для того, чтобы вкусно наесться потом, пожарить его. Невозможно же это сделать христианину верующему. Невозможно. А с семьей тем более, потому что это святыня. Мы получаем благодать воспитания детей, вхождение в рай. Потому что, помните, как у Булата Шаловича Куджавы о любви семейной? Святая наука расслышит друг друга сквозь ветер на все времена. Вот святая наука, очень точные слова, расслышит другого человека сквозь вот этот ветер наших страстей, обстоятельств, переживаний. Для того, чтобы услышать, понять и с каждым годом все сильнее его любить. Все это дается как возможность нам, эгоистичным, зацикленным на себе, смотрящим только на себя. Вот это вырастание друг в друга, благодатное освящение через служение другому, оно дается в таинстве венчания. Помощь на это. Продолжение следует...